Лесница Эту замечательную женщину зовут Татьяна Ивановна. Она живет в Москве. Мы с ней познакомились случайно. Да что я говорю, случайно. Ведь все в жизни промыслительно. Тем более такие встречи. Ей лет где-то... Да разве это имеет значение? Татьяна Ивановна талантливый человек, верный избранному творчеству и человек удивительной души. Словом, настоящая русская женщина. Десятый век. На востоке встречается упоминание императора Константина Багрянародного о крестном ходе, совершаемом Василием Македонянином по возвращении из Сирии. Так появляется одно из самых ранних письменных свидетельств о воинском знамени со святым ликом под названием Хоругви. Век двадцатый. Москва. Чертольский переулок. Художница Татьяна Куликова показывает мне Хоругви, предназначенные для крестных ходов. Вместе с супругом им удалось возродить старинное церковное ремесло – изготовление Хоругвии. Сергея Александровича, к сожалению, уже нет в живых. Но до сих пор в мастерской на тканях появляются лики святых неземной красоты. Первоначально это было воинское знамя. Потом церковь. Да, и, наверное, от того пошло, что это воинское знамя с изображением спасителя или святых хранилось в храмах. И использовалось уже позже, в церковных крестных ходах, на праздниках. Мы разрабатывали вот эту технику, когда изготовление Хоругвий, то как раз это Сергей Александрович начинал. Правда, пришлось мне это все выполнять уже самой, под его руководством. Но получилось. Мы столкнулись с тем, что те Хоругви, которые используются сейчас в приходской деятельности, они маловаты для площади и для больших крестных ходов, которые пошли на Прохорово поле, на Куликово поле. Царские крестные ходы очень большие были в Москве, многотысячные. И мы стали делать Хоругви на много больших размерах, чем принято в последнее время в храмах было, в приходах. Новый подход потребовал новых возможностей. На поиски нужного материала ушло немало времени, поскольку ткань должна была служить не только в роли полотна, то есть основы Хоругви, но и украшением. Бывают разного цвета. Вот у Георгия Победоносца красный плащ, и зеленый змей там у него, белый конь. Это все вот та же самая ткань. Как мне сказала художница, будь такая ткань у мастеров прошлого, многие Хоругви дошли бы до современности. Полотно позволяет воспроизвести любую иконописную технику и надолго сохранить красоту созданных ликов. Я знаю, что до революции, когда делали Хоругви, там может быть остальная вся часть, там парча, там аппликации, все, вышивка. Олеги писали, либо вышивали, либо писали на клеенке, тоже масляными красками. Клеенка подвижная, все-таки структура, и трещинки образуются. А здесь, на этом материале искусственной замши, нет этого, потому что нет мазка, он уходит в ворс, и все мягко, и не смывается дождем, снегом. Причем прорисовку мы делаем, я хотела сказать, о таком смешном довольно материале, как тонкий обмылок, откалываем, и вот это острие очень хорошо рисует. И дал игумен Сергий вместо оружия крест Христов, нашитый на схимах, повелев князю Дмитрию возложить эти схимы вместо шлемов золоченных. Святой осенил великого воина крестом и сказал, «Пойди, господине, на поганных с Богом, и Господь будет тебе помощником и заступником». Впервые, со времен татара монгольского ига, под знаменами русского князя удалось собрать войско, сравнимое по мощи с ордынским, и битва с Мамаем на Куликовом поле заставила татар обратиться в бегство. Определяем примерный центр, чтобы икона была симметричной. Ну и вот и композицию, вот, пожалуйста, так вот примерно будет выглядеть нимб. Вот, вот, определяем вот так вот шапка, это вот где-то с головой борода, вот так вот. Примерное очертание фигуры князя Дмитрия Донского. Вот его меховой вратник, это вот узорчатая шуба. Вот так вот примерно и начинается. Вот княжеская шапка с меховой отделкой. Ну вот, так вот примерно. Боюсь я тут лик делать. Над созданием лика Татьяна Ивановна трудится только во время поста. Это для нее непреложное правило, как в изготовлении хоругвий, так и в иконописи. Такая работа требует особого состояния души и особой ответственности. Ведь согласно преданию, самое первое изображение лика Христа появилось благодаря самому Спасителю. Первая икона на ткани, убрус с ликом Спаса нерукотворного. И сам Спаситель дал нам ее, отер лицо и дал Нате. Самая первая икона. Сам убрус-то потерян, может, когда-то и найдется. Но он стал самым любимым образом Спас нерукотворный, изображение в русской иконе, очень любимым. Над вратами, в храме, всегда Спас нерукотворный, всегда есть любимый образ. Яркий пример такой милости Божьей раскрывает главное предназначение церковного знамени – укрепление веры. Когда получается работа над ликом святого, мастерица берется за оформление хоругви. Хоругвь – это символ победы над силами зла. Поэтому нам нужно ее, наш символ, сделать красивым, нарядным. Выбираем самые лучшие отделки для этого дела. Ну, в зависимости тоже от образа. Для Богородицы золотой и вот этот вот такой вот красный господский цвет, и мученический в то же время, можно. Получается очень все нарядно. Потому что самое главное нам нашу победу над силами зла оформить красиво. Чтобы всем это сразу было видно. И зигзагом на машиночке пришиваем. Вот видите, что значит, на показуху работаем, оно и дело не идет. Мне Сергей Александрович очень не любил, потому что ворчал всегда на нас. Мученица Татьяна – 20-летняя девушка из знатного рода римских патрициев. Она воспылала такую любовью ко Христу, что, отказавшись от блестящих женихов и завидной доли знатных женщин, имеющих множество служанок, сама идет на служение ближним. Почувствовав свое призвание, тот Божий талант, который дается Богом каждому человеку, Татьяна ответила на него всей мощью своего любящего сердца. Но талант – это крест, а не безбедная жизнь. Когда христианство пришло на Русь, эта святая мученица особенно тронула русские сердца своей девственной красотой, силой характера и жертвенным служением больным и бедным. А к середине XIX века начинается настоящий бум, связанный с именем Татьяна, чему, конечно, поспособствовал гений Пушкина. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И по сей день это красивое имя – одно из самых распространенных среди наших соотечественниц. Наверное, в становлении имеет значение эпоха. Я родилась в 1945 году. И вот эта победная волна, она очень чувствовалась в народе. Это очень тяжелое время было, голод и разруха полная. Но пели люди. Вот едут доярки на работу. Все работы были. Вот это все я росла, когда видела, как крестьяне, живущие в нищете, в полной, и пели. Всегда пели. У нас там был такой шофер, который доярок возил на машине. Он, бывало, если они останавливаются пение, песня, и он машину останавливает. Не повезу. Только с песней. Мне посчастливилось расти в деревне, несмотря на то, что я вот москвичка. Меня в дошкольном возрасте, и потом на все каникулы бабушки отправляли в деревню. Напротив нашего дома храм был. И вот я росла в деревне у бабушки под таким необыкновенным, бабушкиным, очень чутким и очень деликатным руководством. И бывало, вечером спать уложат меня, не ставила меня рядом с собой на молитву. А сама шепотом, таким громким шепотом молится. И вот засыпаешь под эту молитву. Помню первую исповедь. Бабушка меня привела. Вот так очень-очень ярко помню, что она мне сказала. Батюшка, если чего спросит, говори, грешна батюшка. Вот он меня и спрашивает. А скверные слова ты не говоришь? Я говорю, грешна батюшка. А у нас в доме вообще это не было принято абсолютно. Такие воспоминания, они сейчас, когда уже возраст такой, тоже уже в бабушке горжусь, все это так ярко. Вышла замуж за такого человека, который, ну, необыкновенный человек. Получилось так, что вот то, что я вынесла из детства деревенский дух, принесла сюда, а он это очень приветствовал. Как-то это все гармонично вдруг сошлось. И вот мы тут в этой коммунальной старой квартире как-то очень счастливо, счастливо прожили почти 20 лет. Существенно то, что Сергей Александрович был человеком, за которым можно было идти. Больше всего раскрылся, он как художник-педагог. Он был завучем средней школы Суриковской. И очень любил эту свою работу и своих учеников. Просто вот себя растворял в этом. А потом, когда мы занялись приходскими делами, то он занялся тоже иконописью, реставрацией икон, потому что это очень актуально в наше время. Вот художник, который новое что-то создает, это он как бы себя показывает и говорит что-то. А вот взять и сделать, отреставрировать старую вещь, которая погибает, спасти, она же уже неповторима. Вот и художник-реставратор в какой-то степени тут идет на такую жертву. То ли новое делать, то ли старое спасать. Вот Сергей Александрович в этом случае спасал. В давние времена, когда многие люди служили идолам, жители города Севастии узнали, что на пустынной горе обитает некий Власий. Разгневал он язычников тем, что высылал молитвы истинному Богу, в то время как на церковь Христову возводились всяческие гонения. Шла молва, будто к пещере отшельника приходят израненные звери, и через возложение руки святого получают исцеление. Власий был взят под стражу и приведен в город. Своей непоколебимой верой он укреплял желание язычников предать его смерти. Следуя по улицам, муж сей исцелял больных людей и животных, вселяя в души страждущих надежду, веру и любовь. Икона с образом священно-мученика Власия, епископа Севастийского, работы Сергея Александровича Куликова, моего супруга. Священно-мученик Власию молится о благополучии дома, со всеми словесными и бессловесными. Поэтому вот здесь изображены скотинка и даже поросеночек розовый. У нас иной раз в храм-то в наш Власевский заходили и за кота помолиться. Правда. Сейчас приравнивают домашних животных к детям. Их путаются такие понятия. А нам полагается животных миловать, кормить, но любить надлюдей. Да, в любви нуждаются и стар, и млад. Без этого чувства не бывает добра и милосердия. Наверное, любовь живет и сегодня в сердце каждого прохожего. Но милосердие заслонено повседневными заботами о хлебе насущном. Татьяна Ивановна помнит, какими были эти переулки 15 лет назад, какие здесь жили люди и признается, что порою просто не узнает родную Москву. У нас здесь в старых переулках вот сейчас совсем практически нету выселили стариков из коммуналок. А тогда они еще были, вот 15 лет назад. И нам хотелось, чтобы вот эти старые москвичи, молодежи, передали этот дух. Мы его просто собирали. Они в коммуналках тут сидели. Ну, все расселили, причем с такими жуткими криминальными ситуациями расселяли, со слезами стариков. Ну, Москва очень сложно живет, потому что очень много изменений, просто ужасных москвичей. Я знаю, что страшно раздражает в первую очередь обилие рекламы на улицах, на дорогах. Просто все заслонено. Даже центр Москвы, мы тут живем, в центре это видим. Центр Москвы, не разглядишь за этой рекламой. Кремляне видно. Вот, и ворчим на все это дело, конечно. Сейчас переустройство такое коснулось каждого дома. И эти евроремонты, которые выметают из дома все. И то, что нужно, и то, что не нужно. А вот в нашем доме много сохранилось. Они, может, и не ценные вещи, но они живут в этом доме. И вот, например, это решина. Это та самая решина, на которой чертежи делались для строительства московского водопровода и Рублевской станции. Прямо вот как раз та самая решина, сделанная из особого какого-то дерева. Вот предмет из XIX века. Мы живем в той квартире, которая принадлежала деду Сергея Александровича, Бирюкову Ивану Михайловичу. Сергей Александрович очень гордился своим дедом. Дед был почетный гражданин Москвы. Это звание ему было дано за строительство московского водопровода и Рублевской станции. Вот это целая необыкновенная история. К этой стройке были привлечены самые серьезные силы, например, биологии воды. Чтобы в Москву подавалась чистая вода, Мечников занимался. И вот они вместе с Иваном Михайловичем Бирюковым тесно сотрудничали. Эта Рублевская станция до сих пор работает. Странник удивился, услышав посреди глухого леса, вдали от проезжих дорог, высокий чистый голос, поющий «Ижи Херувимы». Подумал человек, что это ангелы поют. Возвел он глаза к небу, моля о милости Божьей. И вдруг понял, что распев доносится не сверху, а откуда-то снизу, из-под земли. Потом раздались взрывы. Так странник оказался единственным невольным свидетелем тайной казни Алапаевских мучеников, среди которых была сестра последней российской императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Она навсегда осталась в сердцах православных олицетворением милосердия. Даже в страшную минуту кончины княгиня молилась за своих палачей. Вот у нас в это лето мощи, мученицы Елизаветы Федоровны и Иннокенни Варвара привезли в Москву. И когда я была на пресс-конференции, посвященную событию, пришла с этой пресс-конференции очень подогретая. Такое было состояние, что я не могла не сделать. И вот села просто и сделала. Часа за полтора лик Елизаветы Федоровны необычайно сложный лик. Потому что при жизни Сергея Александровича он заказывал ее прижизненные портреты и европейских художников, и русских, и фотографии. Он никогда не был доволен. У нее красота была совершенно необыкновенная и неуловимая. Поэтому было страшно взяться за лик Елизаветы Федоровны, такой неуловимый. И вдруг вот я взяла и вот получилось, сделала. И оказалось, что восстанавливался храм Елизаветы Федоровны усадебной. И вот этот образ лег в основу изготовления хоругви, которые сейчас там в Новогорёво, в храме Спаса Неркотворного. Совершенно вот стихийно. В мастерской художницы не бывает безлюдно. Возрожденному ремеслу изготовления хоругви готовы учиться не только новички. А вот сейчас Татьяна Ивановна отвлеклась от собственной работы, чтобы понаблюдать за тем, как матушка хлопочет над ликом Богородицы. Вы помогите матушке. Матушка профессионал, иконописец, поэтому мало что приходится показывать. Главная у нас задача – опробовать новый для матушки материал, который мы с Сергеем Александровичем освоили. Но я очень рада, что вот эта техника, может быть, получит развитие в монастырском рукоделье. Ну, судя по работе, всё у нас получается. Правда, отец Игорь? Получается. Не получается только поспевать за хозяйкой. От работы над хоругью отвлекают гости. Время от времени звонит телефон. На кухне разогревается борщ. Тут вспомнили, что и чай давно остыл. Для Татьяны Ивановны это вполне привычно. Она давно научилась сочетать творчество с реалиями жизни. Важно в процессе работы, работу, как бы, сделать такой обзор издалека. Потому что сидишь, когда работаешь, и не всё видишь. А когда вот так вот издалека отойдёшь, и посмотришь, что получается, а что не получается, подправить. Может, вы её-то сняли. Татьянин день. Вечером мы вместе на концерте. Что ни говори о жизни, всё-таки это сплошное стечение обстоятельств. На сцене поёт Татьяна Петрова. Одна Татьяна очень известная, другая нет, но ведома. Поздно вечером в квартире Куликовых то и дело раздавался телефонный звонок. Татьяну Ивановну поздравляли друзья. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Господи. Хорошо. Хорошо, но с Богом. До свидания. Вот, это наши все. Так она рядом с храмом живёт, Надя. За окном уже засыпает Москва, укутавшись в белую шубу. А мы пьём чай и секретничаем. Так в задушевной беседе зашёл разговор о мечтах. Вот такие вот радостные вести идут у нас с западного полушария. Куба, ключ к Америке. И там вдруг заложен уже третий православный храм в Гаване. Хотелось бы участвовать в украшении этого храма. И хотелось бы сделать личную Фиделю Кастро икону со спасом нерукотворным, хорук с ликом спасу нерукотворного. Вот, вот это вот такие вот очень серьёзные мечты. В тот самый вечер за чаем я признался Татьяне Ивановне, что у меня тоже появилась мечта. Хочу сделать фильм о вас. Отец Игорь, семинар православных СМИ в издательском отделе. Ну, видишь, не приглашают. Ну, вот не приглашают. Ну, так вот, Украину не приглашают. Это отец Игоря у меня в гостях. Что-то ещё там надо было, я уже сбилась. Вы занимаетесь, вы занимаетесь. Да, спокойно. Вы на меня не вращайте, не выделайте то, что вы считаете. Татьяне Ивановне. Субтитры создавал DimaTorzok